На сегодняшний день уже проект исполняется пятый год. Наш проект посвящен исследованиям митохондрий при нейродегативных заболеваниях. Сама идея всех мегагрантов заключается в том, что научные группы, как мы, например, мы ищем ведущего ученого с мировым именем и предлагаем ему, если говорить простыми словами, позаниматься с нами определенной областью науки. Самое главное, конечно, это мощные компетенции ведущего ученого. Нам очень повезло, таким ведущим ученым, который согласился с нами написать эту заявку, является доктором логических наук, профессор университетского колледжа Лондона Андрей Юрьевич Абрамов. И вот как раз наше знакомство на одной из конференций в 2017 году привело к тому, что он в нас поверил, он до этого бывал у нас с открытыми лекциями, и удалось написать такую заявку. Опять же, наши компетенции были в области биофотоники. Андрей Юрьевич у нас известный ученый в области нейродегативных заболеваний, особенно с точки зрения исследований митохондрии. Он в этом специалист по биоэнергетике клетки. И вот, собственно, проект посвящен исследованию механизмов возникновения нейродегативных заболеваний. Как известно, это болезнь Альцгеймера, это Паркинсон и другие виды деменции, которых сейчас очень много в мире, это достаточно серьезная проблема, потому что люди стали жить дольше, а нейродегативные заболевания, они как раз приходят с возрастом. Этому есть определенные предпосылки. И вот, собственно, сама идея заключается в том, чтобы разобраться в механизмах и предложить способы лечения. Это как для фармоиндустрии в виде лекарств, так мы же со стороны биофотоники активно сейчас продолжаем исследования в области так называемой прямой генерации синглетного кислорода. Пока на клеточном уровне, мы уже переходим на тканевой. Речь идет о том, чтобы воздействовать, то есть уже о терапии, воздействовать определенной длиной волны лазерного излучения, всем известная волна в этой области науки, 1267 нанометров, при воздействии которой патологические клетки умирают, погибают, а здоровые остаются нетронутыми. При этом нам не нужно выводить никакие внешне вредные, достаточно токсичные фотосенсибилизаторы. Собственно, здесь вот связка биологии и биофотоники, она себя очень хорошо нашла и зарекомендовала. У нас за эти годы появились публикации такого уровня, о которых никогда в истории Роскобласти ни у кому не удавалось написать. Конечно, это связано, опять же, с высокой квалификацией нашего ведущего ученого, и в этом, собственно, идея. Рост в итоге Орловской научной группы, где уже более 30 человек, из них около 20, это как раз молодые ученые, это бакалавры, магистры, это аспиранты, это специалисты мединститута, которые обучаются на специальностях лечебное дело, стоматология и так далее. То есть и ребята растут. Рост, он очевиден, опять же, в виде тех публикаций в высокорейтинговых журналах, которые уже сейчас имеются у нас.